Бизнес-климат в регионе. Меры по его улучшению обсудили в среду в столице Верхнего Лжья. Разговор состоялся в рамках совместного заседания Совета по предпринимательству в Тверской области и экспертного совета приуполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем регионе. На заседание были приглашены лидеры Тверских общественных объединений бизнеса, юристы и адвокаты, экономисты и управленцы, учёные, представители региональных прокуратур, Минэкономразвития, Общественной палаты и Законодательного собрания. В ходе общения были оглашены результаты опроса около 350 предпринимателей в отношении бизнес-климата в регионе. Ситуация такая стабилизировалась. Многие вызовы и угрозы нивелированы. Те, которые внешними причинами были вызваны. Среди проблем, которые есть у предпринимателей, на первое место вышла проблема дефицита кадров. Проблему привлечения кадров надо решать ещё со школы, убеждены участники заседания. Необходимо налаживать сотрудничество с учебными заведениями, популяризировать рабочие профессии, организуя производственную практику, а также экскурсии по фабрикам и заводам. Если по техническим колледжам пройдёт, это будет уже четвёртый проект по профессионалитету, это в рамках СПО. Дальше, конечно, это «Россия, моя история», «Билет в будущее». Это школьники. Мы активно поддерживаем данный проект. И более 29 компаний, около 29 компаний являются партнёрами данного проекта. по школьным экскурсиям за трудоустройство школьников в каникулярное время на предприятии города Твери. Ещё одной проблемой является увеличение кадастровой стоимости участков, из-за чего резко растёт земельный налог для бизнеса. И здесь Палпреду по защите прав предпринимателей совместно с органами власти удается пересматривать эти ставки. Кроме того, в Тверской области ведётся активная работа по снижению административного давления. Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая началась у нас в 2017 году, она, безусловно, дала свои плоды. Это, безусловно, меры по снижению выездных проверок. То, что количество выездных проверок снизилось, это однозначно. В основном сейчас контрольно-надзорные органы переходят на дистанционный режим работы. И предприниматели почувствовали изменения. Благодаря этим и другим шагам работать в Верхней Волжье за последние 5-6 лет стало легче, отмечают в техническом университете, ссылаясь на данные своих исследований. С этим согласны и в законодательном собрании, поясняя, что в нашем регионе разработана широкая линейка мер поддержки бизнес-сообщества. Разработана благодаря тесному сотрудничеству целого ряда структур. Отметил бы работу большой четвёрки. Это деловая Россия, опора России, союз промышленников-предпринимателей, торгово-промышленная палата. Все активно работают. Поэтому я считаю, что у нас один из лучших экспертных советов в Центральном федеральном округе. По результатам заседания экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей будут выработаны и направлены в исполнительные и законодательные органы власти региона предложения по корректировке мер поддержки, а также внедрению новых механизмов защиты бизнеса.